Главный по производству вакцин Александр Гинсбург дал прекрасное интервью. Называется оно «За год спутник Ви полностью оправдал себя». Вот я как название-то прочёл, у меня сразу возник вопрос, а как же вот это интервью? Интерфакс? Всего сколько это было времени-то назад? Не так уж давно, 9 апреля. Полгода не прошло. Менее чем полгода назад Александр Гинсбург заявил, «Завещаю свои антитела от ковида потомкам». То есть не нужно будет делать вакцинацию постоянно. Можно будет вообще эту вакцину завещать потомкам своим. И на детей хватит, и на внуков хватит. Вот журналист спрашивает, вы говорили, что на основе собственного опыта можете гарантировать устойчивый иммунитет после прививки спутников в течение года. Вакцина против вируса Эболы даёт надежду на двухлетний иммунитет. Как часто придётся ревакцинироваться? То есть ещё тогда, в апреле, журналисты спрашивали, что вы же обещали, что вакцинироваться надо будет очень редко, что иммунитет будет надёжный. Тут всё немного по-другому начинает юлить Гинсбург. В рамках специального исследования мы будем повторно вакцинировать тех, у кого упадёт уровень антител. Ещё раз, в апреле Гинсбург говорит, что повторно вакцинировать, ревакцинировать нужно будет только тех, у кого упадёт уровень антител. Сейчас нам что говорят, дорогие друзья? Правильно. Вам не нужно сдавать тест на антитела, просто идёте и вакцинируйтесь. И наплевать, какой там у вас иммунитет, не иммунитет. Не задавайте лишних вопросов. Все в очередь, все на прививку. И не для того, чтобы их защитить от коронавируса. В первую очередь, чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ. Александр Гинсбург, чёрным по белому, признаётся, что то, что сейчас людей подвергают ревакцинации, это не для того, чтобы их защитить от коронавируса. Я ничего не выдумываю. Это цитата из Интерфакса. Не для того, чтобы их защитить от коронавируса, а в первую очередь, чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ. Он проверочку проводит. Иногда такие ситуации называются опытами, экспериментами, исследованиями. Поэтому, когда люди говорят про то, что проводятся исследования, иногда это похоже, что просто эмоции, вот это вот всплеск. Но нет. Сам Александр Гинсбург, главный разработчик вакцины «Спутник», он говорит точно то же самое. Повторная вакцинация будет проводиться, говорил он в апреле, чтобы проверить, посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ. Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на 2, 3, 4 сутки, значит, у них образовались клетки памяти, значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился. Эти исследования будем проводить в течение года полутора. А вообще, у меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живем. 5-10 лет дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю потомкам. Это был апрель 2021 года. Проходит два месяца. Гинсбург заявил, что из-за мутации коронавируса прививаться нужно каждые полгода. Теперь еще прошло два месяца. Гинсбург заявляет, спутник полностью оправдал себя. Ты, Александр Батькович, наши надежды не оправдал. То, что ты делаешь, вызывает очень много вопросов. Вот прям вот очень. Год за пять. Прошел год с момента регистрации спутника. Как бы вы назвали этот год в вашей жизни? Я бы не побоялся сказать, что этот год самый богатый на события, самый интенсивный, очень спрессованный. Можно сказать, что в один год прожито пять лет, а может даже и больше. Интересно, что будет дальше? Ваши прогнозы относительно действия этой вакцины сбылись? Или было что-то неожиданное? Поразительно, как все сбывается. Вот я вам показал, как оно реально все сбывается. Никак оно не сбывается. Все то, о чем мы докладывали президенту, все прогнозы сбываются. И предположения по поводу того, что данная конструкция вакцины окажется на сегодняшний день наиболее оптимальной и высокоэффективной, полностью сбываются. Вакцинация двумя векторными компонентами себя оправдала. Но здесь речь не о каком-то особом предвидении, а просто уже есть опыт, полученный на предыдущей вакцине против Эбола и вакцины против МЕРС, ближневосточный синдром, так-так-так, который был у нашей команды. За год спутник Ви полностью оправдал себя. Я хочу напомнить, что на нашем канале есть специальное расследование о том, что все вакцины центра Гамалеи до сих пор не получили международной сертификации. До сих пор вакцины и от вируса Эбола, и против МЕРСа не применяются в других странах на основании международной лицензии. Ни у кого нет доказательств об их эффективности, об их безопасности. Ни у кого. Сейчас Венгрия закупила разные вакцины и выкладывает открытые данные по побочным эффектам и антителам. Спутник оказался самой безопасной активной вакциной среди представленных в стране. Вы видели эти данные? Да, конечно. Я могу добавить, говорит Гинсбург, что то же самое и к Аргентине относятся, к Сан-Марина. Выборка небольшая, но выводы те же самые. Поэтому Венгрия не единственная, и надо добавить. Невозможно представить, что на все эти данные, которые выкладывают иностранные регуляторы, как-то повлиял российский Минздрав. Они совершенно объективны. Вот прям совершенно объективны. Просто поверьте. Однако люди могут задуматься, почему другие векторные вакцины оказались менее эффективны, чем Спутник. Во-первых, там нет бустирования. Это с одной стороны. Но и не побоюсь предположить, что степень очистки компонентов, которые используются у нас в стране для спутника, превосходит технологию очистки, которую используют другие производители не из нашей страны, которые делают векторные вакцины. Я знаю, что армию начали ревакцинировать не Спутником Лайт, а Спутником Ви. Почему так? Это какие-то испытания? Я напомню, что испытания на военнослужащих строго запрещены. Нет, это не испытания. Они в данном случае со мной не советовались, я бы все-таки посоветовал Лайт. Однако, по всей вероятности, хуже не будет, а вероятность того, что продолжительность действия при повторном использовании Спутника Ви будет выше, также есть. На какой стадии сейчас вакцина в форме назального спрея, о котором на совещании с Путиным говорили полтора месяца назад? Валентина Ивановна Матвиенко делала себе такую прививку? Об этом спикер Совета Федерации заявляла журналистам 22 июня. Наши сотрудники использовали назальную форму в качестве дополнительной защиты. Другое дело, что такая вакцина не зарегистрирована. Вопрос. Как вы, третьему человеку в стране по табеле о рангах, президент, премьер, спикер Совета Федерации, как вы, Матвиенко, позволили вакцинировать неизвестным препаратом, незарегистрированным, не сертифицированным препаратом? Вообще, что ли, рехнулись? Вот в нормальном государстве за это, ну, не к стеночке бы поставили, но с работы бы они точно все повылетали. Другое дело, что такая вакцина не зарегистрирована, но она существует. Это тот же самый спутник ВИИ, второй компонент, который мы распыляем с помощью специального шприца со специальной насадкой в носовую полость. Когда назальный спутник может быть зарегистрирован? Сейчас уже полностью прошла до клиника. Надо начинать клинику. Но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено. И все испытания должны пройти по полной программе с первой, второй, третьей стадиями клинических испытаний. Это стоит порядка 400 миллионов рублей. Мы ожидаем, что финансировать эти исследования будут московские власти, так как Москва уже вложила средства в испытания детской вакцины и в ряд проектов по мониторингу эффективности вакцины против различных штаммов и в другие проекты, но это будет не прямо сейчас. Вот у меня сразу возникает вопрос. Оказывается, у нас отдельные регионы финансируют подобные исследования и разработки? То есть не Минздрав, не Роспотребнадзор, не Академия наук, казалось бы, исследования, да? Нет. Собянин, как мэр Москвы, заказывает такие исследования. Я вообще не понимаю, как это возможно в современном государстве. Я просто не понимаю, как это возможно. Сейчас вопрос с финансированием решается, а начинать испытания мы можем хоть завтра. А что с испытанием вакцины на подростках? Вот это самое интересное началось, с чем я хотел вас познакомить, друзья. Оно идет. Есть два варианта подростковой вакцины. Вакцина, разведенная в концентрации 1 к 10, и вакцина, разведенная 1 к 5. По-первых, показано, что нет совершенно никаких побочек. Скажите, а как он может это заявлять, если испытания еще не начинались? И при этом у детей очень сильный иммунный ответ, в отличие от взрослых. А у второй концентрации, которая разведена в 5 раз, тоже нет особых побочек, но есть температура в пределах 37,5 градусов. Сейчас мы подготовим отчет. Перед расширенной второй фазой и к 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было ее колоть школьникам. То есть еще раз. Вопрос с финансированием еще решается. Испытания еще не проведены. И мы уже готовы. Отчет перед второй фазой. То есть вторая фаза еще только готовится. Расширенная вторая фаза только готовится. Но мы ее зарегистрируем и можем сразу параллельно колоть школьникам. Даже не до конца испытанную вакцину. Даже не третья фаза, даже вторая фаза еще не доделана. Но есть опасения, что нас заставят делать третью фазу. Ой, какие бедные заставят что-то делать. Третью фазу на выборке в 3000 человек. Тогда мы, конечно, не успеем к сентябрю. Это меня сильно тревожит. Так как сейчас, в период распространения индийского штамма, дети пойдут в школу. И к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас. Давайте разбираться. Давайте включать головушки и думать, что он тут наговорил. Первое. Вакцина находится вроде как на второй стадии испытаний. Их всего три. Третья, самая продолжительная, самая серьезная. Даже по самой применяемой вакцины спутник, третьей фазы испытаний не представлено. Окончательных результатов испытаний. Какие-то недоделанные промежуточные есть, но это не показатель. То же самое и здесь. На каком основании нашим детям уже собираются ставить укольчики параллельно с испытаниями? Вы сначала испытываете, яд это или не яд, а потом, по идее, когда вы уверены, что это безопасно, все хорошо, все прекрасно, вы только после этого можете начать вакцинацию. У нас почему-то все, телег бежит впереди лошади. Второй момент. Необходимость срочной вакцинации детей обусловлена тем, что у нас распространяется индийский штамм Дельта. Предъявите, пожалуйста, как этот штамм поражает детей и как от этого штамма защищает ваша вакцина. А этой статистики нет. Эти цифры они держат в секрете. Мы не знаем, сколько детей, какой процент детей заболевает коронавирусом. Более того, мы не знаем, вот от новых штаммов Дельта, о которых все говорят, все уши прожужжали, а мы не знаем, нам не называют цифры, какой процент от него реально страдает. А какой процент оказывается защищен нашими вакцинами. Более того, вот эта формулировочка. Могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас. О чем здесь идет речь? О том, что если человек заразился даже в легкой форме, как, например, дети могут заболеть в легкой форме, либо как обычная простуда, либо вообще никаких симптомов, человек чувствует себя абсолютно здоровым, но однако же он может заражать других, быть разносчиком инфекции. Так нам последние два месяца внушают, опять же, все уши прожужжали, что даже если ты вакцинировался, ты можешь заболеть. Вакцина не защищает от болезни. Вакцина гарантирует, что ты не попадешь в больницу. Правда, люди все равно попадают в больницу, но официальная позиция такая. Ты вакцинировался, это дает тебе защиту от тяжелого течения болезни. Но ты можешь заболеть в легкой форме, и значит, все вакцинированные точно так же могут заражать всех вокруг. Взрослых, детей, стариков, обоих полов, всех возрастов, без разницы. Скажите, пожалуйста, а на кой хрен тогда нужна эта вакцинация детей и школьников? Я просто не понимаю. Мне вот интересно послушать вакцинаторов. Кто там? Доктор Мясников, Соловьев или кто там? Кто там у нас главные пропагандисты? Объясните, пожалуйста, первый факт, на котором вы настаиваете все последние месяцы. Человек, даже привитый, может заболеть в легкой форме. С этим никто не спорит. Вакцина не защищает от заболевания, она защищает только от тяжелых вариантов течения болезни. Понятно. Человек, который переносит болезнь даже в легкой форме, даже без симптомов, он может быть даже суперраспространителем инфекции. Вот на днях нас пугали. Один человек в России заразил полторы тысячи клиентов коронавирусом, был суперраспространителем. Сидела кассирша в магазине, кашляла, вокруг нее все заразились. Понятно. Значит, если человек привился, он все равно может всех вокруг заразить. Вы сейчас хотите прививать школьников, чтобы они никого не перезаражали. Но так это так, не работает. Ребят, я, может, что-то не понимаю. Ну вот, серьезно. Где здесь я ошибся? Я вот смотрю на решение задачи, я не понимаю, где я сложение, вычитание, деление, умножение. Что я сделал не так? Если у вас есть версии, пишите в комментарии. У меня версии просто нет. Дальше читаем. Сейчас идут испытания на подростках, а потом будут еще дети. 12-17 лет – это тоже еще дети, как считается, школьники. Когда этот диапазон будет зарегистрирован, тогда разрешат взять группу младше 12 лет. Я бы взял интервал 6-12 лет. Еще раз, друзья. Гинсбург собирается вакцинировать детишек от 6 лет. От 6. Вот это, собственно, завершили мы чтение потрясающего интервью товарища Гинсбурга. Я только на днях узнал, чем интересна эта сама фамилия. Фамилия Гинсбург. Ленский расстрел. Трагические события 4 апреля 1912 года. Это еще императорская Россия. На приисках Ленского золотопромышленного товарищества, расположенных в районе города Бадайбо, на притоке Лены, реках Витиме и Алёкме. В результате конфликта акционеров, забастовки и расстрела трехтысячной толпы бастующих правительственными войсками, пострадало 372 человека, из коих 170 от полученных ран скончались. Зачем я вам это читаю? А штука в том, что те самые владельцы, главные акционеры этого Ленского золотопромышленного товарищества, которые потребовали расстрелять и фактически убить 170 человек, что с радостью, видимо, исполнили царские правительственные войска, это и были в том числе Гинсбурги. Управление добывающей компанией. Несмотря на то, что большинство акций Лен золота находилось в руках Лена Голдфилдс, непосредственное управление Ленскими рудниками осуществляло Лен золото в лице Гинсбурга. Правление товарищества, действующее на момент забастовки, было избрано в июне 1909 года. Директор-распорядитель Барон Альфред Горациевич Гинсбург, директор управления Мэйер Шамнаньер, член ревизионной комиссии, кандидаты в члены правления, управляющие приисками. Ну вот, вот вы видите. Условия труда там были омерзительные. Размер заработной платы позволял ежегодно вербовать основных рабочих в количестве выше необходимого. Вербовать новых рабочих Гинсбургу помогало Министерство внутренних дел. Вербовка шла практически по всей территории империи. В 2011 году около 40% рабочих было завербовано в европейской части России. Подписавший договор работник получал в качестве аванса 135 рублей и отправлялся под наблюдением полиции на прииски. Из письма Гинсбурга главного управляющему Белозерову. Теперь мы положительно наводнены предложениями, поступающими с разных мест, особенно с польского края и из Одессы, но есть и из других городов. Короче говоря, заработная плата горнорабочих составляла 30-45 рублей в месяц, то есть была примерно вдвое выше, чем у рабочих в Москве и Санкт-Петербурге, в 10-20 раз выше денежных доходов крестьянства. Однако, не предусмотренный договором найма женский труд, равно как и труд подростков, оплачивался низко, от 84 копеек до 1 рубля 13 копеек в день. А в ряде доказанных случаев не оплачивался вообще. Кроме того, до 2012 года разрешались сверхурочные старательные работы по поиску золотых самородков. Данные работы повременно не оплачивались. Найденные самородки сдавались администрации по утвержденным расценкам на золото. В лавке лен золота за грамм самородного золота давали 84 копейки. В лавках частных перекупщиков от 1 до 1 рубля 13 копеек за грамм. В случае удачи рабочий за год такой работы мог накопить до 1000 и более рублей. Непосредственно перед забастовкой старательские работы были запрещены. И кроме того, администрации были предприняты дополнительные меры, ограничивающие возможность поиска самородков на рабочих местах. По договору найма, который подписывал каждый рабочий, и по официальному распорядку, утвержденному Министерством торговли и промышленности, продолжительность рабочего дня с 1 апреля по 1 октября составляла 11 часов 30 минут в сутки. С 1 октября по 1 апреля 11 часов. При односменной работе. При двусменной работе 10 часов. Короче говоря, работали на износ практически по 11-11,5 часов, не считая дополнительного самостоятельного поиска самородков. Добыча золота происходила в основном в шахтах в условиях вечной мерзлоты. Ледник приходилось разогревать кострами, а талую воду безостановочно откачивать. Механизация добычи, несмотря на значительные вложенные средства, была на недостаточном уровне. Многие работы приходилось делать вручную. Бытовые условия. Бараки были переполнены, мест для рабочих не хватало. Часть рабочих были вынуждены снимать частные квартиры для проживания. На оплату частных квартир уходило до половины заработка. Кроме того, как впоследствии установила комиссия, лишь около 10% бараков удовлетворяло минимальным требованиям для жилых помещений. Ну и вот она забастовка. Рабочему прииска, иногда называются конкретные фамилии, выдали протухшее мясо. Инспекция рабочих нашла в поварском котле конскую ногу. Женщина, жена одного из работников, либо одна из мамок, купила в лавке кусок мяса, похожий на конский половой орган. В версии в источниках иногда частично объединяются, но сходятся в одном. Рабочие получили непригодное в пищу мясо. Это стало последней каплей. То есть в целом, казалось бы, высокая зарплата, обещания красивые, объявления в газетах и так далее. Ты едешь на прииски, потом оказывается, что какой-то переполненный барак, жить в котором невозможно. Надо за половину зарплаты, то есть сразу зарплата уменьшается в два раза, за половину зарплаты нужно снять жилье. Вот, если ты снимаешь жилье, тебе нужно еще что-то кушать, кормят тебя протухшим мясом, а у тебя выбор-то невелик. В условиях вечной мерзлоты там поставка весьма ограничена. То есть ты не можешь по рынку гулять и выбирать этого продавца, того продавца. Ты ешь, что дают. И последней каплей стало... Ну, рабочие просто жили в условиях, когда было понятно, что о них вытирают ноги, они устали терпеть. Они потребовали улучшить свои условия проживания, они потребовали улучшить качество продуктов питания. В результате их расстреляли. Не за какой-то бунт против царя и отечества. Нет, просто за требования нормально проживать, нормально работать. Они хотели работать, хотели нормально жить. Нет, расстрел. И вот этот Гинсбург является, судя по всему, потомком тех самых Гинсбургов. Знаменитая, оказывается, фамилия. Супер, не правда ли? Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите длинные комментарии. Надеюсь на вашу активность. Давайте вместе распространять правду. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова